Просят порекомендовать книги, которые вы читаете, а я знаю, что вы читаете от 70 до 100 книг в год. Это правда? Да. А почему до 100? И, во-первых, для меня это очень много. Это максимальный предел 100. Какое оптимальное, может, количество? Потому что 100 это тоже очень много. Василий, я на себя испытывал максимум, я прочитал книги в год, 107 книг. Дальше это предел моих возможностей усвоения книг. Дело в том, что не вопрос чтения, не вопрос скорочтения. Я вообще противник скорочтения. Потому что я считаю, книги надо не коллекционировать, из них надо извлекать полезные знания, которые меняют вашу жизнь. А это целая технология. Это не вопрос, взял, прочитал и запомнил. Дело в том, что наш мозг – это не сервер для хранения информации. Это процессор для принятия решений. Если взять компьютер, у него оперативно запоминающие устройства очень мало емкость памяти имеет. А сервер имеет большую, то есть хард-диск имеет большую емкость. Так вот, голова – это не черда, как в свое время Шерлок Холмс говорил. Голова – не черда, в котором все валяется в беспорядке. Это место, где все должно быть в полный порядок. Так вот, я проводил не то, что эксперимент, а моя статистика показывает. Я веду, сколько я книг читаю. Последние годы я читаю где-то 65-70. Это средний хороший темп прочтения книг в год. Читая книгу, я делю все содержание на жиры, белки, углеводы, клетчатка, вода и микроэлементы. Что это значит? Мы – белковые существа, значит, белки – это строительные кирпичи. Когда я читаю книгу, все, что я могу сразу применить в своей жизни, я отмечаю красным и в нижней части книги закладку делаю. Потом жирные моменты, бывают вкусные моменты в книге, но которые не имеют практической ценности, нужны для подготовки презентации или для того, чтобы быть хорошим рассказчиком. Я отмечаю желтым, отмечаю сбоку. Дальше есть такие моменты, которые смешные, юмор, которые оживляют беседу, дают вкус. Это сахар, я называю, сладости. Это углеводы. Я их отмечаю тоже сбоку, оранжевым. Дальше есть факты, есть ссылки, есть сухие цифры или ссылки на другие книги. Я отмечаю синим. А все остальное в книге – это клетчатка и вода. Они, в принципе, бесполезные, но они помогают читать. Это слова-связки, это красивые обороты и так далее. Зачем мне их запоминать? Так вот, после прочтения книги я открываю и, прежде всего, беру красные закладки, белки, и забиваю их в трекер привычек и в мои календари, и начинаю внедрять свою жизнь. То есть я считаю, если знания не меняют вашу жизнь, то это бесполезно потраченное время. Смотрите, проблема в том, что книгу надо читать по мере своей готовности. Если я буду назвать свои книги, это философские книги, религиозные книги, они могут мало привести пользы и толку, и там мало практических пользы. Я уже давно не читаю практических книг. Но если в целом брать, хорошее, я считаю, и для понимания, и для представления, но особенно, наверное, для бизнесменов, это… Мне нравится книга «Дао Тойота», например. Это про Кайзен-технологию, и там можно понять основу успеха автомобильной компании «Тойота». Мне, например, нравится это. Если брать посложнее, то это серия книг Насима Николаса Талиба. Это «Антихрупкость», это «Шкура на кону», это «Чёрный лебедь» и так далее. Если брать ещё сложнее, или, ну, не то, что ещё сложнее, но такого же уровня, ну, книги касательно теории ограничений, это вся серия Элиху Голдрата про теорию ограничений. То есть всё, что выше, это философия, это стойки, это Аристотель, это Платон, это Сократ, это восточные мыслители, суфисты, ну, и плюс религиозные книги. Продолжение следует...